Не вздумайте. Кстати, всё про погоду расскажет Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России. Ну а прямо сейчас... Мы ждём Роман Менделиш, мы ждём, подъезжайте быстрее. Ну а прямо сейчас мы расскажем о церкви Вознесения, которая находится за нами. Это первый шатровый храм России. Этой белой церкви на берегу Москвы реки 487 лет. Последние 25 она входит во всемирное наследие ЮНЕСКО. На первый взгляд и не скажешь, что храм – всё из-за формы купола в виде шатра. Для того периода уникальная постройка – первый шатровый храм на Руси. Но это не всё. Он стоит на искусственной платформе. Фундамент углублён на 9 метров. Туда вбито несколько десятков деревянных свай. Размер этой платформы 24 на 26 метров. Для того времени это было уникальное архитектурное сооружение. Церковь интересна учёным всего мира и сегодня. Уж больно любопытно с точки зрения архитектуры. Подклет – это типичная русская традиция. А вот если дальше мы пойдём вверх к фасаду, вот здесь уже итальянские мотивы. Основной храм открывают только на летнее время. Но будьте готовы, температура внутри всего плюс 14 градусов. И она не создаётся искусственно. Холодно, потому что вокруг камень. После такой прохлады погреться можно в галерее церкви. Отсюда вид на Москва реку и заповедник Коломенское. Здесь же стоит царское место. Особенно архитектурная постройка. Идея пребывания здесь Бога воплощена именно таким образом. Поскольку в внутреннем храме нет этого царского места, оно было перенесено по идее именно сюда, в внешнюю сторону. Но использовалось во время торжественных выходов царской семьи. Но уникальна церковь не только своими архитектурными замыслами. В этом подклете в 1917 году, в день отречения императора от престола, была обретена икона Богоматерь Державная. Нашла её крестьянка Евдокия Адрианова. Во сне ей был явлен образ. И услышаны ею слова о том, что иди в эту белую церковь на берегу Москвы-реки и найди икону, чёрную икону, которую нужно сделать красной. Считается, что это был знак. Русский народ под защитой. Сегодня оригинал иконы хранится в Казанской церкви. Это в 10 шагах от храма Вознесения. Церковь Вознесения, конечно, уже больше музей, чем храм. Но по большим церковным праздникам здесь проходят службы. И прийти может любой желающий. Валерия Канинская, Константин Стручков, Первый канал. На часах 6.59. Это время новостей на Первом канале.